Митрополитчий округ Русской Православной Церкви в Казахстане образован решением Священного Синода в 2003 году. Его назначение — координация богослужебной, просветительской, социальной и миссионерской деятельности, входящих в состав округа епархий. На сегодняшний день это Астанайская, Карагандинская, Кокшитоузская, Констанайская, Павлодарская, Петропавловско-Булаевская, Уральская, Усть-Каменогорская и Чемкенской епархии. Около трех сотен приходов, расположенных на их территории, объединяют православных верующих республики. С насыщенной жизнью Русской Православной Церкви в Казахстане смог познакомиться ее предстоятель, Святейший Патриарх Московский Исиаруси Кирилл, совершивший накануне визит в республику. О запомнившемся всем жителям столицы первосвятительском богослужении рассказ наших коллег. Первосвятительский визит в республику Казахстан по приглашению президента Нурсултана Назарбаева, Святейший Патриарх Московский Исиаруси Кирилл прибыл в Астану накануне Четвертого съезда лидеров мировых и традиционных религий. Уже в аэропорту он дал первое интервью средством массовой информации. Казахстан – это страна, где гармонично развиваются межрелигиозные отношения, где очень плодотворно и конструктивно строятся взаимосвязи между религиозными организациями и государством. И мы знаем, что именно мудрая политика президента Казахстана во многом определяет те параметры, в которых осуществляется это мирное и доброе взаимодействие. Это второй визит Святейшего Патриарха в Казахстан. В 2010 году он возглавил чина священного построенного Успенского кафедрального собора Астаны. В этот раз все смогли порадоваться новому иконостасу собора. Прибыв после встречи с президентом Казахстана в Успенский храм, предстоятель Русской Церкви совершил молебен новомученикам и исповедникам казахстанским. Перед мощами священномучеников иеромонахов Серафима и Феогноста, подвязавшихся в горах Зайлийского Алатау. Святые мощи были специально доставлены из Никольского собора Алматы для поклонения верующим. За богослужение молились все архипастыри митрополитчего округа Русской Православной Церкви Республики Казахстан во главе с митрополитом Астанайским и казахстанским Александром, члены официальной делегации, сопровождающей его святейшество, митрополит Волоколамский Иларион, епископ Солнечногорский Сергий. По окончании богослужения святейшего владыку приветствовал митрополит Астанайский и казахстанский Александр. Сегодня мы встречаем вас в этом замечательном Успенском кафедральном соборе, глава храма земли казахстанской. Эта величественная церковь, являющаяся самой большой центральной Азии, построена при непосредственном участии нашего президента, глубоко уважаемого султана Акишевича Назарбаева. Глава митрополитчего округа преподнес дар его святейшеству казанскую икону Божией Матери. Затем предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся. Войдя под сень этого величественного собора, где был почти три года тому назад, увидев всех вас собранных в таком множестве, вновь возвратился. За эти годы, что прошли после моего первого визита, что в православной церкви, несущей свое служение на этой земле, произошли большие перемены. Были созданы новые партии, были руководены архиереи, получил завершенные организационные формы митрополитчий округ в Казахстане. И, наконец, может быть, самое важное, был священным синодом избран на высокое служение в Казахстане в качестве митрополита Преосвященный Челудыка Александра. В дар Успенскому собору святейший патриарх Кирилл передал икону Пресвятой Богородицы Верховная Игумене Дивейской обители с частицей земли из Святой Канавки Божией Матери из Серафима Дивеевской обители. В заключении святейший патриарх вручил высокие церковные награды. Во внимание к усердным архипастерским трудам и в связи с 55-летием со дня рождения митрополит Александр был награжден орденом святого равноапостольного князя Владимира Второй степени. За помощь Астанайской епархии и в связи со 140-летием учреждения Туркестанской епархии председатель Сената Парламента Республики Казахстан Кайрат Мами и Аким города Астаны и Мангали Тасмагамбетов были удостоены Ордена Славы и Чести Второй степени. Генеральный директор КАС Росгаз Кайрат Баранбаев Ордена Славы и Чести Третьей степени. Мы воспринимаем награду, которую вы только что нам вручили не просто как почетный знак внимания, мы воспринимаем его прежде всего как ваше доверие и признание добрым деянием казахстанцев. Главный православный собор Астаны не смог вместить всех, кто пришел на патриаршую службу. На площади перед собором были установлены два больших экрана для трансляции богослужения. Очень важно, что наши дети смогли увидеть, прочувствовать и понять все добро, все счастье, которое сегодня испытал весь народ Казахстана, кто смог сюда прийти, я рада за этих людей. И вот просто хотелось его увидеть, как человека. Он проходил мимо, я посмотрела на него, такое тепло от него шло. Я захотела просто его увидеть. И вот сейчас хочу прикоснуться, если получится. В дар верующим были розданы иконки Успения Пресвятой Богородицы с патриаршем благословением.